Привет всем из Кёльна. Мы вышли из вокзала. Вот выход из вокзала. Полтора часа заняло нам на Ротенбург билеты взять. И вот такое открывается прямо с вокзала. Даже не надо никуда идти. Пересадка два часа, час. Можно пойти посмотреть. Смотрите, какой огромный. Мы сейчас туда пойдем. Только в отель кинем сумки и пойдем. Смотрите, как они это строили. Ладно, потом поговорим. Вышли мы гулять. Смотрите, какая... Ну, восьмое чудо света. Какой он огромный. Он просто реально огромный. Не знаю, этажей 15, наверное, вот эта башня. Как они это строили теми инструментами. В тех условиях. Неподъемных кранов. Сейчас попробую построить такое фиг. Где деньги брали на трюль. Вообще, надо почитать историю. Что, дождь по... Ой, дождь по... Дождь начался. Ну, класс. Света не взяли. Закрыты эти ворота. Я не знаю, почему. И дождь начался. Ё-моё. Боже, он просто реально огромный. Тут так надо за вещами смотреть. Да. Там эти горгольи страшные такие. Так, если хорошо... О, лифт идёт наверху. Ё-моё. Смотрите. Не, я боюсь так. Да, я боюсь. Но как-то не очень впечатляет мне вот это сооружение. Да ну нафиг. Ладно, иду, посмотрим. Я не хочу в очереди стоять за билетом, если билеты надо. Странно так закрыто. Я была в нём. Сразу с вокзала вышла и зашла. Слушайте, он просто реально гигантский. Он просто реально огромный. Я не знаю, этажей 15, а может и 20. Он просто реально огромный. Я не знаю, как они туда лезут. И эти все детали, эти все статуи. Это просто капец. И там такие странные эти статуи есть. Головы выглядывают. Какие-то всякие разные. Надо посмотреть в интернете. Там фоток много. Зашли бесплатно в этот. Слушайте, он реально гигантский. Он просто реально капец. Реально гигантский. Ё-моё. И как они это построили, что он не падает. Прикиньте, в то время. Орган какой. В то время, как. Вау. Я не буду комментировать. Просто пройдусь чуть-чуть вокруг. Что можно сниму. Посмотрим. Размеры капец. Вау. И акустика тоже шикарная. Капец, как это все делали. Теми инструментами. Просто люди. Обалденные мастера. Эти витражи. Сделайте сегодня еще свои витражи. Сколько у вас времени займет. До хрена денег. Работа и материалы. Вообще витражи сейчас попробую приблизить. Прям целое это. Произведение искусства. Это просто потрясающе. Это что-то нет мира всего. Как можно это делать? Как это делали? Теми инструментами. Это все по чуть-чуть. Там железо как-то. Я не знаю. Они как-то очень сложно это делали. Сейчас попробуйте сделать. Они вам в такую копеечку летят. За сумками надо смотреть. Паспорт там все. Смотрите на это чудо. Это нереально. Это просто нереально. Но как люди такое умели делать. Какая работа. Боже мой. Вот это мастерство и искусство. Попробуйте сделать. Я даже просто нарисовать так не могу. Хотя я вроде неплохо рисую. И я так не смогу. А это кропотливая работа. Это все кропотливая работа. Гербы эти. Сколько деталей на этих гербах. Балдеть. Смотрите. Это что-то нереальное. Это что-то. Они себя запечатлили в церкви. Прикиньте. Они наверное деньги давали. Вот эти аристократы. Это все гербы. Я книжку смотрела старую. Где-то в интернете есть полно. С этими гербами. Как оно все что означает. Там всякое разное. Так интересно. Я бы хотела Геральдику изучать. Ну вот такое. Но нет времени на все это. Так. А здесь что? Резное. Я не знаю как оно называется. Резное такое. Не знаю как сказать. Я забыла. Я знала это слово. Забыла. Это попробуйте повырезать. И все. Ну а тютелька в тютелька. Все похоже. Пропорции те же. Но все люди. Все статуи на одно лицо. Прям клоны. Либо они их выливали в одной форме. Либо из одного человека делали. Ну в смысле модель одна была. Вот. Все на одно лицо. Если посмотреть. Не знаю. Это наверное позолото на нем. Как я не знаю. Боже какие размеры. Это просто потрясающе. Сейчас. Это просто что-то. Смотрите. Там витражи. Закрыты сеткой. Почему-то. Или не. Это. Боже какая работа. Господи. Это просто обалдеть. Я была тут лет. Не знаю. 15 назад что ли. С пакетом была. С кульком. Так за мной. Секьюрити ходил. Чтобы не дай бог. Что-то думали. Смотрите. Это дубовые листья. Наверное. Или что. Это каждую скамейку вырезать. Вот это все работа. Это же ручками. Это же ручками все сделали. Машинок не было. Жик-жик. Какой орган. Ой. Какой орган. Это потрясающе. Я не знаю. Нужно ли богу вот такое. Вот. Они для себя делают такое. Для людей. Что богу все равно где ты молишься. Хоть и на улице. Под деревом. Вот. Ну это наверное. Какое-то тщеславие есть в этом. Наверное. Я не знаю. Я ничего не говорю. Я не против. Потому что я смотрю на эти церкви. Как на архитектуру. Как на памятник архитектуры. Потрясающе. Мастерство вообще обалдеть. Просто вау. Вот. Я рада, что они так строили и делали. Деньги тратили. Прикиньте, сколько оно все стоит. И как долго его строили. Оно же просто реально. Блин. Девятиэтажка вот здесь. До потолка. Девять этажей наверное. Ну до хрена этажей. Это же все надо сделать. Обалдеть. Этот орган такой. А там куда? Ну идем. Смотрите. Здесь тоже. Кто это? Ирландская. У него это арфа. А это что? Галиаф. Галиаф там. Саул. Вот здесь. А это Давид. А он на арфе играл. Да-да. Ну такой страшный нарисовал. Страшно. А это что за клетка? Ой, не люблю я такие эти. Сейчас все проверим. А, здесь какой-то может выставка какая-то. Ладно, сюда не идем. А мы ехали, я думаю, колонн. Колонн это немецкое название. Хотя пишется по-французски как бы. Кологне. Колонн. Я не знала, что это Кёль. Сегодня узнала. Прикиньте, я жила столько лет и не знала. Думала, колонн это колонн. Вот так обрадовалась, что сюда поехали. Здесь оде колонн придумали. О, здесь можно заплатить за эту. 10 евро донейшн за свечечку. Что здесь? Убе антеа стабат ук транс лятум анно пацис. М это что? Тысяча? Что там? 1920 год что ли? По-моему. Могу наврать. Слушайте, какие эти. И нету этой позолотой. Знаете, как у нас. На всякое разное. Как-то поскромнее. Эти подсвечники. Смотрите, какие. Вау. Обалдеть. А там, смотрите, какие-то эти. Что это? Кто в теме? Что это? Такие вот. Может им жертвовали плавники или что-то? Монетки. Интересно. Там еще один. Здесь еще один. Так интересно. Я вообще не католичная. Я вообще про них ничего не знаю. Почти. Нужно монетками кидать. Нужно карточкой платить. Прогресс. Очень классно. Сейчас посижу, подумаю немножко о жизни грешной. Я люблю иногда зайти просто в церковь, посидеть, подумать. Давно не было в Америке. Как-то не все такие, не такие. Маленькие, непонятно. А в такие я люблю зайти, посидеть. Здесь он проповедует. Ага, микрофоны стоят, понятно. Я им не доверяю. Вот это конфессия, которой я не доверяю. Потому что все на деньгах заверчено. Не в обиду, конечно. Есть нормальные верующие среди них. Но самим верхушке это я не доверяю. Идем, присядем. Вы просто со мной посидите и помедитируйте. Подумайте. Все, что думаю в церкви, все у меня сбывается. Вот это, чтобы ноги не мерзли, наверное. А, туда же на это, на. Стоят на колени. Вот я придумала. Внизу, посмотрим, что там, наверное, за хоронения какие-то. Холодно делается. Главное, чтобы не все ни это, не проснулись. Какая-то корона. Какие камни. А что тут? А что там? Не знаю, что там. Что-то там есть. Туда нельзя. Туда не пускать. Но там какой-то гроба, как бы. Какое-то захоронение, наверное. Это, наверное, для детей гробик. Я не знаю. Так. Мадир. О, Ёжев, кардинал Минсенти. Ага, Минсенти. Павенгерский кардинал Ёжев всех святых Минсенти. Минсенти Ёжев. Ага. Мадир всяк, Херцег, Примаш. Астер, Примаш. Ага. Мадир. Венгер. Вот он. Нет, они. Это кто-то другой. Какой-то барон. Клеменс Августус Либербаро. Какой-то барон. Ну, у него там кардинальская какая-то одежда. Ага. Тут уже кто-то недавно помер в 17-м году. Сюда нельзя. Там самый интересный, блин. Нельзя. А это что за это? Что это? Ничего это. Ничего не написано. Смотрите. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Ну, вот они. Там же, наверное, захоронят. Тут еще и имена их есть. Что там. Не знаю, как видно будет. Что там видно? Ничего не видно. Архив. Бейшопус. Колоненсис. Какие-то свечи огромные. Тут и там вниз. Какие-то вниз идет захоронения. Это наверху положили балки. Сверху. Там еще, наверное, пару. Это же вниз идет. Какие. Какие, смотрите. Интересно, что они бомбили этот Кельнский собор. Это кто? Идем. И там, наверное, наверху есть что-то. А, подождите. Идем еще ту картину посмотрим. Сюда еще можно пойти. Она уже кушать хочет. Идем кушать. Говорит, что это? Может, молитвенные эти? Или пожертвования? Да, да. Везде напоминают. Это кто? Немножко лампа светит. Не видно ничего. Какие детали. Смотрите, какие детали. Надо понимать, что это нарисовано. Так бы, если посмотреть, то можно... Вот там веду роза. Вот это. Тут. Вот это. Это я знаю. Дальше что? Так понятно, посмотреть там солдаты, римляне. Такое все. Можно разобраться. Потом на телефоне, на компьютере посмотреть. Вот это музейный экспонат. Вот это. Вот это тоже. Вот эти витражи. Просто я знаю, как тяжело их делать. И какие они дорогие. И смотрите, они же. И что их там разбить? Скинул камень. И уже нету стекла. Витража. Витража. Я не знаю, бомбили ликен. И как оно при бомбежке не по... Может, их поснимали и повывозили где-то. Понятия не имею. Надо посмотреть. Потому что интересно. Интересно. Тут же все бомбили. Много где бомбили. Даже Рутенбург бомбили немножко. Идем. Потому что такое величие такое давит. Надо на улицу. Огромные размеры, конечно, капец. Просто потрясающе. Да. Идем, идем. Кушать хочет ребенок. А здесь как-то мало народу сейчас. И когда было здесь, шагу не ступишь. Море народу. Но было раз, наверное, в 50 больше людей. Если не больше. Просто реально была толпа-толпища. Сейчас после кувида, наверное, не хотят в таких местах ходить. Я, кстати, простыла. Сент-Хубертус. Кто такой Хубертус? Олень. Я очень рада, что я зашлась. И что мы поехали в Коль. Убежали от дождя, так сказать. А и тут дождь начался. Потрясающе. Витражи просто нереально. Да. Ну, вот умели люди делать них. Сейчас такое не смогут. В Кольце мы с Кольна. Колон. Одоколон. Там, где одоколон придумали. Мы фрюх. Нам подсказали в отеле. Одна туристка говорит, здесь очень вкусно кормили. Сейчас посмотрю меню. Не должно быть очень дорого. И на улице у них очень много столиков, но там дождь. Немножко капает, но... Короче, мы решили здесь, внутри. Цены. А что только по-немецки? И вон инглиш? Да, по-немецки. 20,50. Это что-то... Что-то... Я не знаю. С картошкой оно все идет. Такие цены... Хорошие цены. У нас таких цен нет. У нас дороже все. Намного. Принесли пиво 200 грамм. 2,50. Вот такой маленький. Ну, фирняк. Пиво должно было быть побольше. Я заказала себе шницы с грибами. Это Ягер Арт. Он 16,90. Дочка заказала рульку. Свиная ножка. И 20,90. И она еще попросила кислую капусту. Сауркраут. Как они говорят? Сауркраут. 3,90. Ну, попробуем. Мы хотим немецкую еду. Такую, знаете, настоящую. Это, конечно, раскрученное место туристическое. Ну, посмотрим. Сейчас оценим. Там у них 5 тысяч фидбеков, отзывов. И 4 звезды из 5. Должно быть, как бы, неплохо. Сейчас проверим. Ну, пиво маленькое такое пиво. Я бы хотела... Ну, его 2 глотка и уже нету пива. Вот, надо еще заказывать. Хитро сделали. Или, может, чтобы люди не напивались. Понятия не имею. Ну, как-то хотелось бы в немецком этом... Ну, вот только такое пиво есть. Это от фрюх. Больше другого нет. Все-таки соки есть. Лимонад, кофе. Вино есть. Ликеры какие-то. И вот из пива такое. Ну, в Германии надо пить пиво. Все, точка. Принесли капуста 3,90. Рулька 20,90. Картошка хорошо выглядит. Принесли мочницы с грибами. С соусом. Слушайте, много так еды? 16,90. У нас бутерброд 15 долларов стоит. Сейчас буду пробовать. Вот эта свиная рулька обалденно вкусная. Просто нереально вкусная. Она такая мягкая, сочная внутри. Ну, кожу, конечно, не кушаем. Картошка вкусная очень. Капуста так себе. Кислая. Суховатая, кислая. И мне не зашло. Ну, так, если с мясом, нормально. Надо было с картофельным пюре заказать. Что-то я не подумала. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Мясо мягкое. И оно большое. Большое кусок мяса. Фу, я уже не могу. Все, я уже. Он такой соус классный, грибной. Мяса много. Реально много мяса. Смотрите. Я еще ей отрезала кусок. И этого мяса много. Очень вкусная еда. И очень хорошие цены за такую еду. У нас эта нога, наверное, долларов 50 будет. А здесь 20-90. Очень вот это с соусом. Вообще обалденно вкусно. Картошка вкусная. Я, мне очень понравилось. Немецкая еда, она не сильно, там приправы такое, там не очень. Но такая более попроще. Но вот это дали приправки какие-то. Очень вкусно получилось. Мне кажется, что в соусе даже какое-то вино есть или что-то типа того. Очень вкусно, очень-очень. Грибы клевые. Мы поели, я заплатила 50 евро. Ну, чуть-чуть там, чуть больше 10% на чай вышло там. Там прошлись немножко. Пиво купили. Тепло, так хорошо. Дождя нет. И тепло, тепло. В футболках нужно ходить. Старый город маленький. Сейчас найдем, куда идти. Такая церковь, сзади или там монастырь, что это. Ну, так наелись, капец. Много еды было. Ну, хитрое пиво дают маленькие. По 250 маленькая такая стопочка. Стакашек 200 миллилитров. И подходит, спрашивает, еще дать, еще дать. И люди заказывают по нескольку. И так получается очень, ну, больше денег. Я люблю, когда все предельно просто. Пол-литра, литра, все. По 200 грамм пива. Что за, что за фигня. Тут водку пьют по 200 грамм. Не пиво. Ну, мы купили в магазине такое же пиво. У нас есть рыбка копченая. Может, вечером. Надо скушать, потому что мы ее из Голландии привезли. И жалко выбросить. Она клевая. Филешки копченые. Хотя бы попробовать. Мы вышли вот оттуда. Ну, там маленький этот старый город. И вышли опять сюда. Посмотрите, какое оно. На камеру, наверное, и не видно, какое оно. В реале вообще капец. Высокий-высокий этот костел. Дон Кирхи или как они его зовут? Кирша или как? Такой красивый. Огромный. Сколько это работы. Это же... Знаю, сколько они больше, наверное, 100 лет строили. Надо погуглить. Я когда-то читала о нем. Обалдеть. Это же какие... Какие деньги стоит вот это построить. Невероятно. Просто невероятно. Вытесать это все. Вырезать. Ну, размеры, конечно, потрясающие. Ладно, идем в отель. Коктейли пить. Уже темнеть начало. Уже устали. Билеты купили уже на завтра. На поезд. Тут, короче, за час езды сто евро. В первом классе. Вот так. Мы два часа ехали сюда. 220 евро. Завтра четыре часа будем ехать. Что мы заплатили? А, мы потому что мы там половину... Большую часть будем ехать. На каком-то локал местном маленьком поезде. Там нету первого класса. Там два вагона. Пересадки надо делать. И там было чуть дешевле. Ну, 270 я заплатила. Как-то так. Не помню. Ну, дорогие билеты здесь. Надо покупать европейс. Это однозначно. Вот они намного дешевле. Мы оттуда пришли. Вот дома там. Вот этот большой костел. И как его? И вот здесь. Буквально минута как бы. И вот это вокзал. Вот это. Вот здесь Хилтон. Очень удобно. Сидим в Хилтоне. Нам дали... Так, здесь нету лаунжа. Executive Lounge. Нам дали три таких жетона. Это можно три напитка. Или кофе, или колу какую-то. Или вот вино, или пиво. Такое неплохое пиво. Еще один можно взять. Но мы им там на чай оставим. Уже 7 часов вечера. Уже спать. Все, надо немножко в интернете поработать.